Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года в 1 час 27 минут. Тот ночной взрыв, вспоминают чернобыльцы, расколол страну на до и после. Тысячи людей рисковали жизнью. Конструкторы и солдаты, врачи и пожарные, физики и вертолётчики, шофера, шахтёры и просто добровольцы. Из Сочи на ликвидацию аварии ушло 900 человек. Я преклоняюсь перед Великой Отечественной войной воинами, которые оставили свои жизни. Там свистили пули, рвались снаряды. У нас этого не было. Но у нас же была война та же самая. Стояла целая армия. Стояли дивизии, полки, через которые прошли сотни тысяч ребят, которые пострадали от этой радиации. Сам Валерий Майер в Чернобыле был командиром подразделения пожарной охраны. Обеззараживая деревни, побывал в каждой из зон катастрофы. Чёрной – самой опасной, красной и синей. Неимоверных размеров яблоки, черника размером с грецкий орех, облысевшие домашние животные. Вся эта картина, вспоминают ликвидаторы, вызывала и удивление, и страх. Сочинцы подвергали собственной жизни смертельной опасности в течение трёх лет. 200 ликвидаторов уже живых нет. Из 600 чернобыльцев, проживающих в городе Сочи, большая половина инвалидов. Но это герой. И низкий поклон тем, кто был ликвидатором здоровья нашим чернобыльцам. В Сочи проживает 450 чернобыльцев. И каждому руководство города старается уделить максимум внимания. Сегодня же в День памяти Анатолий Пахомов вручил знаки почёта активу городской общественной организации инвалидов. Среди них и награда, признание и почёт сочинцев. Вот, да, какой-то вот мурашек каких-то, когда чувствуешь отношение, вот такое положительное отношение главы города к нам, к чернобыльцам. Вот квартиры нужны нам. У нас же очень много чернобыльцев нуждающихся. Пять квартир, сказал я вам, да. То есть придут сертификаты, есть сейчас и пять квартир. До этого он же 10 квартир нам выделил. В следующем году чернобыльцы планируют отметить митинг более массово. В 2016-м пострадавшие страны отметят 30-ю годовщину экологической аварии на Чернобыльской АЭС. В завершении же ликвидаторы обратились к сочинцам с просьбой беречь природу, тем самым сохраняя жизнь на планете, за что чернобыльцы и боролись, рискуя жизнью и здоровьем.